Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как изгнание. Это слово означает действие. Действие физическое и духовное. И прежде всего мы должны понять о том, что это определенного рода усилие. Иногда это усилие бывает чрезмерным, а очень часто оно бывает недостаточным. И приведем такой пример, что незваные гости, а сказать больше, это враги, вошли в дом человека. И вот они начинают издеваться над ним, над его семьей. И человек вынужден изгонять их из дома. Но если у него мало физических сил, то он не сможет этого сделать. И поэтому он тогда должен прибегать к помощи соседей, может быть полиции, может быть друзей. Но в любом случае эти усилия по изгнанию, они должны быть большими, чем те, которые есть у этих разбойников, у этих незваных гостей. То же самое происходит в духовном мире. В духовном мире есть враг, у которого есть солдаты, бесы. И эти бесы, зная и видя, располагая информацию о человеке, они входят в духовные открытые двери и начинают пребывать в нем, в его доме, как у себя дома. И они начинают обманывать человека, издеваются над ним, над его семьей, близкими. И их задача одна – погубить как этого человека, так и его семью. И поэтому действие изгнания, оно описано в Библии, причем неоднократно. Адам и Ева, они были изгнаны из рая за то, что они ослушались Бога. Кроме того, Иисус Христос очень много раз в Библии, это описано, изгонял бесов из одержимых людей. И люди получали освобождение от той зависимости, того рабства, в котором они пребывали, находясь в духовном мире, в порабощении. И изгнание бывает добровольным, а бывает принудительным. И в Библии описаны много разнообразных историй об изгнании. И в то же время в Старом Завете в Библии описываются города для смертников, для тех, кто стал кровником, в которых этих городах они укрывались, эти люди, и не допускалось того, чтобы их убивали, если они уже укрылись в этих городах. Сегодня изгнание и служение изгнания, оно необходимо во многих церквях, скажем так, в большинстве церквей. И, к сожалению, люди, которые бы могли, духовные люди, заниматься этим изгнанием, их все меньше и меньше. И почему так? Потому что все больше и больше людей находятся в духовной зависимости или ослаблении. И тогда эти люди не в состоянии изгнать духов у других людей. И я приведу такой пример. Это было несколько лет назад на Украине, в Западной Украине. Из Германии приехало пять верующих братьев за то, чтобы молиться и изгнать духа из одного человека. Их было пятеро. И когда они начали молиться, то дух вышел с ними на контакт, а потом стал укорять одного за другим этих братьев. Одному он сказал, что работая когда-то на строке, он украл ящик гвоздей и не покаялся в этом, и он не освобожден. И поэтому он не имеет права сейчас молиться за их знания для этого человека. Затем второму он сказал, что тот, работая в колхозе, жеребенка привел своим родственникам. И из пяти верующих братьев осталось только двое. Остальные трое были уличены в том, что они не исповедовали свои грехи, и поэтому сами они находятся в зависимости. И они не могут молиться за этого человека, за изгнание этого духа. Затем этот дух произнес, что он имеет право на этого человека, потому что человек не покаялся, находился в грехах. И поэтому он себя там чувствует у себя как дома. Но в конце концов этот дух был изгнан, и изгоняется он не силой людей, это надо важно понять, а Божьей силой. В духовном мире человеческая сила, физическая сила, она не играет никакой роли. Там необходима духовная сила. И духовная сила, единственная в духовном мире, которая может изгонять и освобождать человека, является Иисус Христос. И призывается имя Иисуса Христа, Его пролитой кровью, приказывается этому духу покинуть это тело и больше в него не входить. И сегодня не хватает служителей для того, чтобы производить вот эти изгнания духов из людей. Много духов поражают людей, целые семьи, даже народы. И все потому, что люди в духовном мире, они ослабли. Они перешли на территорию врага, питаются от врага, духовной пищей, обмануты им. И поэтому, когда они взывают к Богу, они бывают неуслышаны им. И Бог говорит этим людям, очиститесь, отвергнитесь, отойдите от врага и перейдите на мою духовную территорию, которая является его заповедью. И когда человек выходит за территорию духовную Бога, за его заповеди, он становится поражаемым. И об этом тоже надо рассуждать. Дух имеет разные формы. Дух алкоголизма, дух блудодеяния, дух воровства, дух лжесвидетельствования, дух обольщения, дух наркомании. И каждый из этих духов входит в человека, видя и зная его сердце, обольщая его, обманывая его, а потом поселяется и зовет других духов. И тогда этому человеку становится все хуже и хуже. И духи хотят, конечно же, гибели человека. И поэтому важно осознавать это. И важно молиться за освобождение, за изгнание. И как в физическом мире во время изгнания людей, врагов, надо применять определенную силу, так и в духовном мире надо применять силу, силу которой у человека обычного нет. И эта сила является Иисус Христос. И поэтому изгнание – это как физическое, так и духовное действие, которое необходимо для каждого человека. Ибо в жизни у каждого человека встречаются такие моменты, когда человек слабеет, то ли физически, то ли духовно. И как изгнание болезни, так и изгнание духов происходит примерно по одному и тому же варианту. Просуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.